Всем привет! В эфире Матрица. Первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихоцкая и Данияр Баутов. Смотрите сегодня в программе. Сон на заказ или как правильно спать со смартфоном. Ученые говорят вредно, а Матрица говорит можно. Нужно просто делать это правильно. Усы, лапы, хвост или хай-тек для питомцев. Гаджеты и приложения для домашних животных изучал Олег Болдырев. Ну, в общем, как и обещал, сходил я на эту интернет-тусовку. Мне там очень понравилось. Погоди, погоди. Это какую интернет-тусовку? Я же тебе недавно говорил про интернет-тусовку. Вторая интернет-конференция, медиаблог-воркшоп. Там такие люди были, они такое рассказывали. Что рассказывали? Кто был? Ну рассказывай давай. Ты мне видео привез? Конечно, и видео привез, как и обещал. Ну так показывай скорее. Я сейчас всем покажу. В новом выпуске новостей от Матрицы. Мы начинаем. В Казахстане выбирали блогеров года. В Казахстане прошла вторая интернет-конференция, медиаблог-воркшоп. Форум собрал начинающих и уже известных блогеров из России, Казахстана и Кыргызстана. Специально приглашенные гости, среди которых российский блогер Илья Варламов и представители популярного ресурса Хабрахабр, Алексей Поликарпов и Алексей Шевелев делились опытом и давали мастер-классы. Итогом конференции стала церемония награждения блогер года в разных номинациях. Русско-таджикский разговорник. Онлайн-словарь уже в сети. В Таджикистане появился ресурс, позволяющий в два клика переводить текст с таджикского на русский и наоборот, с русского на таджикский. Онлайн-словарь получил название SmartDict и находится по адресу tajuma.tg. Количество слов впечатляет. Около 80 тысяч. Но если нужного перевода в словаре нет, вы легко можете добавить слово вручную. Планшет обучит вашего ребенка математике. Студент Ташкентского университета информационных технологий занялся разработкой развивающего приложения для детей Кизик Орли Математика. Она поможет малышам в развитии математических способностей. В скором времени приложение будет доступно для скачивания в магазине Google Play Market. Причем бесплатно. Со слов автора двигает им не материальный вопрос, а желание дальнейшего продвижения отечественных развивающих приложений для детей. Создавать эту программу студенту помогали преподаватели информатики, выборе цвета и создание дизайна детские психологи. Теперь управлять смартфоном можно с помощью жестов. На международной выставке цифровых технологий СЭС-2014, которая прошла в начале года в Лас-Вегасе, было представлено новое устройство беспроводного управления. Контроллер движения iRing. Это кольцо, с помощью которого пользователь может управлять своим девайсом жестами. Для этого просто нужно надеть это специальное украшение на палец, а мобильное устройство будет реагировать на ваши движения. Изделие пока совместимо только с iPhone, iPad и iPod, но возможно в скором времени новинки смогут порадоваться и пользователи устройств с Android. Как отмечают разработчики, iRing отлично подойдет для любителей видеоигр. Цена такого колечка составит 25 долларов. А еще больше самых свежих и интересных новостей ищите на нашем сайте. Там же, кстати, и фоторепортаж с выставки MediaBlog Workshop и ссылка на русско-таджийский разговорник. А еще все это многое другое на наших новых сайтах. MatrixDeficeTJ.TV в Таджикистане. И MatrixDeficeUZ.com в Узбекистане. Даник, а у меня для тебя, смотри, какой подарочек. Есть вот такой вот красивый браслетик. Слушай, здорово. Ага. Классно, красиво. Ау! Он меня током ударил. Ага, я знаю, потому что это специальный гаджет для домашних животных. Бьет током, когда животное пытается убежать со двора. Так что теперь ты не сможешь выйти из студии до тех пор, пока я его не отключу. Что еще за живодерские штучки? Я вообще, я тебе собака, что ли? Да нет, не переживай, сейчас сниму. Это я просто так плавно подвела к тому, что Олег Болдырев на этой неделе разбирался, какие есть гаджеты для наших любимых питомцев. И сейчас всем об этом расскажет. Плавно подвела, а так чуть не убила. Коты захватили интернет. Эти милые пушистые создания мелькают в новостных лентах. Полковник Мяу и сердитый котик встретились в Голливуде. Их обсуждают политики самых высоких рангов. Котомания. Это неотъемлемая часть демократического мира. А пользователи интернета с помощью современных гаджетов и приложений придумывают для питомцев все новые забавы. Так появилась и Котоматрица. Постановочная фотография кота, подписанная каким-либо юмористическим текстом. И кошачья борода. Суть последнего мема проста. Надо сфотографироваться со своей кошкой так, чтобы получилась борода. Ну и, пожалуй, любимое развлечение кошатников. Один день из жизни КТ. А это кошка Цалина. Она, несмотря на свое аристократическое происхождение, любит хулиганить, точить когти об ковер и орать по ночам. Поэтому у Цалины на шее закреплена специальная камера GoPro, которая поможет подглядеть за всеми ее похождениями. Кстати, не только видеокамера – популярный гаджет для домашних питомцев. Но и это чудо-изобретение или попросту автокормушка. Цалина, иди кушать! Цалина, иди кушать! Электронная кормушка для собак и кошек накормит питомца, даже когда хозяина нет дома. Всего лишь нужно насыпать корм и запрограммировать миску. В течение 24 часов она сама подает корм. Также собакам, кошкам можно. Можно голос записать, ваш голос собак, если, допустим, привыкла слышать именно ваш голос. Эта автокормушка стоит примерно 110 долларов. Одновременно с использованием умной миски можно установить на смартфон приложение Dog Walk Tracker & Reminder, чтобы самому не забыть, когда кормить питомца, выгуливать его и ставить прививки. Цалина, ну как вам эта миска? Голос хозяина звучит правдоподобно? Что-что, но понять, о чем говорят собаки, намного проще. И поможет в этом специальное приложение под названием Dog Translator. Его можно бесплатно скачать с Google Play или App Store и установить к себе на смартфон. Лапы? Лапы, лапы. Ой, жаль, хочет кушать. Но если ваш питомец ушел из дома и не вернулся, то здесь необходима специальная поисковая система. Она помогает найти потерявшегося четвероногого друга, если на того найдет ошейник с трансмиттером, передающим устройством. Вот эта поисковая система, ее в основном берут с охотничек, для охотничек собак. Когда, допустим, куда-то в поле или в лес уходит собака, когда она движется, она не работает. Как только собака столько применяет, она начинает охотиться, она срабатывает. Поисковая система стоит около 150 долларов. Но лучше всего не дать любимой собаке потеряться, построив для нее виртуальный забор. Такая ограда, стоимостью около 270 долларов, состоит из двух элементов – электростатического ошейника и маячков, установленных по заданному периметру. Если собака пересечет луч между двумя маячками, ошейник будет вибрировать и издавать неприятный для собаки звук. Ошейник, он срабатывает вибрация или звуковой сигнал. Чем ближе собака подходит к забору, тем интенсивнее вибрация. Кстати, кому-то такой забор может показаться живодерством. Все-таки не каждый собаковод захочет, чтобы его питомцу было некомфортно бегать по двору. Током она не бьет, поэтому она безопасна для собаки, но лучше все-таки консультироваться с ветеринарным врачом. Если у собаки проблемы сердечные какие-то, то нельзя приближать. Вообще, гаджетов для домашних питомцев сейчас выпускается невероятное множество. Подгузники для птиц, электронный самоучитель для попугаев, очки противотуманки для собак. Некоторые из них вы сможете найти и в Казнете, например, на сайте neodog.kz. Так что снимайте, фотографируйте, разговаривайте со своими животными по душам, а там, гляди, и ваш питомец станет популярным на весь интернет. Тренд все-таки. Сейчас, Алина, подожди, я дверь открою и приду, а ты пока пробуй новую камеру. Ух ты, вот эта штука. Я тоже такую хочу. Что ты там опять хочешь? Представляешь, тут устройство для контроля сновидений. Чужих? Нет, свои. Канадские стартаперы научились вмешиваться в сценарий снов. Инженеры компании создали устройство «Лючи», помогающее спящему человеку влиять на ход событий сновидения, то есть видеть так называемые осознанные или ясные сны. Технически «Лючи» — это повязка на голову с электродами и наушниками. Она улавливает мозговые волны в фазе быстрого сна и сообщает в этот момент дремлющему телу через наушники примерно следующее. Все нормально, это сон, контролируй его. Разработчики похвастались, что в 80% случаев «Лючи» отлично делает свое дело. И, кстати, разработчикам на этот проект люди в интернете уже собрали 150 тысяч долларов. Классно! Алёна, ты чего такая сонная? Я тебе про такую штуку рассказываю, а ты? Слушай, мне сейчас нужна всего одна классная штука, называется «Подушка». Ты что, опять не выспалась? Ага, снова. И так каждый день. Ну, с этим надо что-то делать. Так больше продолжаться не может. Пора устранять причину. Эй, отдай! Я не дочитала! Ученые доказали, что использование смартфона, планшета или лэптопа перед сном плохо влияет на сон и может вызвать бессонницу. Волны света определенной длины могут подавлять выработку мелатонина в головном мозге, гормона, который помогает заснуть, регулируя суточные ритмы. Когда света много, мелатонин перестает вырабатываться. То есть, если вы в ночное время перед сном включили искусственное освещение, на сетчатку попадает большое количество света, то выработка мелатонина прекращается, и качество сна намного ухудшится. В итоге постоянный недосып может привести к большим проблемам в жизни. Эффект от одной невыспанной ночи полностью в головном мозге схож с эффектом, который мы получаем при сотрясении головного мозга. Специалисты предлагают ввести на смартфон и комендантский час перед сном. Для того, чтобы был хороший сон, примерно за один час до сна у человека должно быть исключено общение с компьютером, в том числе и со смартфонами. Головной мозг нуждается перед сном хотя бы за час до сна, чтобы в него поступало как можно меньше информации. Но не все пользователи согласны отложить все свои гаджеты перед сном куда подальше. Но я перед сном всегда просматриваю. Инстаграм, читаю, твиттер, в фейсбуке посту лайкаю. Я не могу без этого уснуть. Но можно и не прибегать к крайним мерам и не устраивать для гаджетов комендантский час. Можно соблюдать несколько простых правил. Например, если перед сном вас так и тянет к смартфону, уменьшите яркость своего устройства и держите его на расстоянии 30 сантиметров от глаз. Тогда смартфон вряд ли помешает вашему сну. Даже если у вас нет проблем с тем, чтобы заснуть, нарушить сон может смс-ка или звонок. В итоге двух-трех оповещений достаточно, чтобы утром чувствовать себя разбитым и зевать весь день. Мои близкие сильно нервничают, когда начинается ночь. СМС-ки, звонки. Ну и постоянно мы из-за этого даже ругаемся. Ну, вообще я нашла способ, как этого избежать. Можно просто убрать звук на телефоне, но есть способ, вернее, то есть автоматическая блокировка. Она включается тогда, когда мне надо. Автоматически отключаются уже. Это намного удобнее. Функция блокировки включается автоматически. Вы можете сами задать время. Например, с 11 вечера до 8 утра. При этом все поступающие звонки, смс и оповещения телефон заблокирует. Но если вы переживаете, что кому-то из близких ночи может понадобиться ваша помощь, просто внесите их контакты в избранное. Звонки от этих людей приходить будут, а вот все остальные услышат лишь короткие гудки. Также наша дневная бодрость зависит от того, в какую фазу сна мы просыпаемся. Различают фазы глубокого сна и поверхностного. Если будильник прозвенит во время, когда организм находится в фазе глубокого сна, скорее всего, вы будете чувствовать себя уставшим. Сколько бы вы ни спали. В фазу быстрого сна, когда человек видит сновидение, в организме происходят вегетативные сдвиги. То есть сердце начинает сильнее биться, сосуды расширяются, кровоток усиливается. Таким образом, эти приборы как бы сами считают, сами по себе, что это фаза быстрого сна. Пробуждение в эту фазу происходит очень легко. Появились специальные будильники для смартфонов. В определенное время они напомнят вам о том, что пора спать, разбудят вас в нужное время и даже помогут увидеть во сне то, что хочется вам. Первое приложение, я скачала себе для iOS, это Sleep Cycle. Оно достаточно простое. Здесь просто нужно выбрать отрезок полчаса, когда тебе нужно проснуться. Соответственно, кладешь его рядом с собой, рядом с подушкой, и он тебя будет именно в ту фазу сна, когда у тебя неглубокий сон. Соответственно, я пробовала его неделю, наверное, я им пользовалась. Все было отлично, я была очень бодра весь день. Правда, специалисты утверждают, что к утру фаза быстрого сна удлиняется, и пробуждение происходит само собой в любом случае. Так что это приложение скорее действует по принципу самовнушения. Второе приложение это Dream On. В описании было сказано, что пока я буду спать, он будет воспроизводить звуки, и я буду видеть сон. Например, звуки дождя я должна во сне увидеть дождь. Но я его тестировала несколько дней. Я, в общем, ставила поляну с цветами, ничего не увидела такого, но муж потом в один день сказал, что он реально видел поляну с цветами во сне, хотя я ему не говорила. Ну, не знаю, потом я купила еще дополнительную поляну после дождя, но ничего такого не увидели. Для Android такой умный будильник тоже есть. Называется он Speak like Android. Вечером он напомнит вам, что надо идти в кровать, утром вовремя и правильно разбудит вас, а ночью может даже записать звуки, которые вы издавали во сне. Иногда самому интересно, говоришь ты во сне или нет. Ну, а если боитесь, что войдете в зависимость от этих приложений и станете зомби, то не переживайте. Зомбировать эти приложения никоим образом не смогут. Если же у вас нет смартфона, а обычный телефон, не расстраивайтесь. В интернете есть сайт sleepy.net, где можно рассчитать время, когда вам нужно проснуться, для того, чтобы выспаться. Просто укажите время, когда вы планируете лечь спать, и он сам посчитает, на какое время необходимо поставить будильник с утра. Один цикл сна длится 120 минут. Он включает в себя фазу медленного сна и фазу быстрого сна. Для того, чтобы человек хорошо выспался, у взрослого человека должно за ночь смениться 4-5 вот таких циклов. И все же мы и так не расстаемся со своими гаджетами на протяжении всего дня. Забиваем себе головы тоннами информационного мусора. Так может, стоит прислушаться к советам ученых и не пользоваться смартфоном хотя бы час перед сном. Привет! С вами рубрика «Овальный интернет». И я ее ведущая Вилана Анатольевича Бекова. Несколько лет назад на смену ноутбукам пришли вот такие планшеты. Они полюбились и детям, и взрослым. Они носят их с собой в школу и на работу. Недавно на улице я видела малыша в коляске с планшетом. А в метро дедушку, который работал на iPad. Лично для меня это мой друг и помощник. Когда я делаю уроки, он всегда рядом. Тут и переводчик Google, рефераты, статьи. Ребята, а как вы думаете, для чего нужен планшет? Для чего нужен планшет? Для чего нужен планшет? Так для чего же он нужен? Смотря какой планшет. iPad, графический, Samsung. Планшет нужен, чтобы играть, заходить на YouTube, снимать видео. В общем, планшет – это помощник. Сынок, расскажи, для чего нужен планшет? Чтобы играть на нем, чтобы работать на нем. По-моему, мне планшет нужен для детей, чтобы они играли, там, учились, ну, или сотрили какие-то, ну, скачивали какие-то игры. Кира, как ты думаешь, для чего нужен планшет? Чтобы там смотрели мультики, видео записывали. Для работы и отдыха. Планшет нужен для того, чтобы играть, переписываться и смотреть фильмы. Я считаю, что планшет нужен для всего. Для учебы, для развлечений и вообще для интернета. И действительно, через планшет можно и играть, и книжки читать, и фильмы смотреть. А еще на планшет можно снять свой видеоответ на следующий наш вопрос. Что такое новые технологии? И прислать нам на почту matrixsobachka.internews.kz Ну и, конечно, через планшет можно найти все самое интересное в интернете. А чтобы было что искать, смотрите нашу постоянную рубрику «Найдено в сети». А с вами была Вилана Тойшебекова. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok с видеозаписями лекций ведущих вузов мира UniverTV.ru расширяет горизонты. Посещайте виртуально лекции разных институтов и повышайте уровень своих знаний. На сайте собраны видеоматериалы по психологии, истории, философии, биологии, физике, экономике и другим наукам. Все материалы сайта доступны для бесплатного онлайн-просмотра. В рубрике «Полезные ссылки» представлены еще ресурсы для изучения профилей и наук. С сайтом UniverTV.ru все университеты мира открыты для тебя. MediaLekcha.ru Медиабиблиотека для тех, кто нацелен на развитие и самообразование. Здесь на русском языке собраны аудио- и видеолекции ведущих профессоров крупнейших мировых вузов в самых различных областях от антропологии до кинокритики и астрономии. Большинство лекций можно совершенно бесплатно скачать, а если вы хотите поделиться интересным материалом, то регистрируйтесь и загружайте собственные записи. Учиться и общаться. Социальная образовательная сеть Skillopedia.ru целый мир знаний, где можно пройти специализированное дистанционное обучение, просмотреть интерактивные руководства по компьютерной грамотности, домоводству, бизнесу и получить инструкции практически по всем жизненным областям. розничная продажа в 1С бухгалтерии, битбокс техники, парусный спорт, советы родителям и даже каякин и его детали. Если ты ас в своем деле, то есть возможность стать автором видеоурока или заметки. Желаем вам больших успехов в учебе и неиссякаемого любопытства. А если вы тоже знаете интересный сайт, то можете поделиться с нами, отправив ссылку к нам на почту matrixsobacainternews.kz У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте matrixdefici.tv Следующий выпуск программы ровно через неделю. С вами был Даниил Ардаутов и Алена Цифоцкая. Пока. От интернета для людей к интернету для вещей. Ноу-хау всемирной паутины изучал Олег Болдырев. Цена технологического мифа или как сэкономить семейный бюджет. Алена Цифоцкая выясняла, как не попасться на рекламную удочку. Жалуйтесь на свою память, добавьте себе внешнюю. Евгения Савенкова о том, как организовать свою жизнь с помощью Evernote. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»